В конце прошлого года, и вот подводя итоги 2023 года, неоднократно, не только в наших эфирах, но и другим журналистам вы говорили о том, что тень Пригожина, она все равно будет стоять возле Путина, он будет продолжать ее бояться. Но вот сейчас хочу с вами поговорить о том, насколько эта тень может реальные очертания обрести в лице Теплинского. Украинская разведка говорит о том, что Кремль сейчас пытается от него избавиться. Этот генерал имеет сейчас поддержку и очень популярен в российских войсках. И вот близкое окружение сейчас Путина видит именно в нем значительную угрозу в том, что он может даже что-то подобное Пригожинскому путчу организовать. Поэтому компания по дискредитации Теплинского, его действия сейчас активно в российских пропагандистских СМИ разгоняется. Как вы считаете, Теплинский может стать Пригожиным-2? И вот что вы можете рассказать об этом генерале? Во-первых, действительно, это я подтверждаю, что Пригожин будет как тень отца Гамлета преследовать Путина до конца его правления, до конца его жизни. Потому что Пригожин на самом деле показал то, что Путин голый, что у Путина нет никакого рейтинга, что его никто не защищает. И самое главное, он показал вот какую вещь. Мы об этом с вами уже неоднократно говорили, но повторюсь, что если один человек пытается уйти с фронта, то его там либо посадят, либо расстреляют за дезертистов и так далее. А вот когда снимается вся часть или все соединение или вся армия, то ничего сделать нельзя с этим делом. И самое главное, что люди, которые снимаются своим оружием с танками, с пушками, с минометами, с гаубицами, с вертолетами, с самолетами, кто их может остановить? Никто их остановить не может. Даже вот сейчас Росгвардию вооружает какими-то танками, не остановит она их. Потому что люди, которые с фронта идут, которые научились воевать, которые умеют воевать, их ни милиция никакая не остановит, никакие спецслужбы не остановит. И это Пригожин показал, когда взял город-миллионник Ростов, в котором не было ни одного военного, ни одного полицейского, ни одного спецслужбиста, ни одного армейца, которые ему чего-то там попытались противостоять. И поэтому для Путина он ужасная фигура. Тем более, что Валерий Дмитриевич Соловей говорит, что Пригожин жив, живет в Латинской Америке, в Венесуэле, и ждет возможности возвращения. Вот. Теплинский – это уже не первый генерал, который претендует на звание Пригожина номер два, потому что до этого, я вам напомню, был такой генерал Попов, начальник 58-й общевой войсковой армии. А это такая особая армия, из нее вышли, кстати, очень много больших генералов, в том числе, которые стали политиками потом. Да, вот там есть вот всякие там люди, типа Картополова и еще там какого-то там учу, чего-то там еще в Думе, начальника какого-то там комитета по обороне. Они все были командующими этой самой 58-й армии. И Попов, когда начал говорить чего-то там летом этого года, после Пригожина или в сентябре, его быстренько тоже убрали в Сирию. Потому что на самом деле проблема какая? Путин начал войну, ее не подготовив. И он бросил армию на съедение практически, на уничтожение Украине, и теперь Украине, которая вооружена западным оружием. И самое главное, что он требует от этой армии, точно так же, как Сталин требовал каких-то побед к срокам нужным, он требует неисполнимых желаний. Исполнение неисполнимых желаний. И ему наплевать абсолютно на количество смертей, на то, как все это делается, армия не обеспечивается. Вот если вы возьмете все каноны ведения войны и обеспечения армии, то, естественно, все не соблюдается. Потому что если ты ведешь войну, тогда ты должен создать логистику, тыл, должен снабжать эту армию по первому разряду, значит, должен одевать их всех в полушубки хорошие, должен давать хорошее оружие, должен давать хорошую еду. То есть армия должна жить в 10 раз лучше, чем та страна, которая находится в тылу, потому что она определяет эту страну. А Путин затеял войну, а армия у него живет в 10 раз хуже, чем люди, которые живут в тылу. И поэтому любой военачальник, который отказывается своих подчиненных бросать в мясные штурмы и который требует исполнения хотя бы тех нормативов армейских, которые предусмотрены всеми армейскими уставами, там, я не знаю, уложениями, инструкциями и прочими всякими делами, он становится героем для своих ребят, потому что он их просто защищает. Почему Теплинский? Теплинский – это главком ВДВ. ВДВ вообще – это особый род войск. Они не предусмотрены для ведения классической войны. Их сажают в самолеты с парашютами и выбрасывают куда-то для нанесения конкретных ударов, а дальше подходят основные части пехоты, танки и так далее, и захватывают ту территорию, которая подготовлена десантниками. Путин этих десантников на фронт бросил как пехотинцев, то есть как пушечное мясо. А десантники не предусмотрены к этому делу. И больше того, они внутри армии являются таким элитным родом войск, и по этому поводу, когда их начинают использовать как просто бытло какое-то, как разменную монету, то им это не нравится. И любой командир их, который защищает их особость, их особое положение, он у них, естественно, является очень важным человеком, им нравится такой человек. И Пригожин ведь занимался тем же самым, ведь у Вагнера тоже было особое положение на фронте. И на самом деле, обратите внимание, поэтому, кстати, Теплинский – это действительно Пригожин номер два, потому что он занимается абсолютно тем же самым. Он предъявляет те же самые претензии Путину, Герасимову, Шойгу. Он предъявляет ту же претензию на то, чтобы его род войск, его конкретные люди имели особое положение в армии, особое положение на фронте. И поэтому, естественно, если быть логичным, то он закончит тем же самым, чем закончил Пригожин. Потому что на самом деле проблемы, которые… Сергей, я прошу прощения, вы вспомнили о Попове, можно еще вспомнить Суровикина, но они как-то вот тоже закончили, но как-то по-другому, чем Пригожин. Так вот, Теплинский, каков его конец, может быть? Каков? Дорогая не узнает, каков чего-то там был конец. Вот, это очень смешная-смешная штука. Да, значит, никто не знает, какой его будет конец, потому что никто не знает, на самом деле, какой конец будет у Путина. Да, вот мы уже знаем, что у Путина нет яиц уже, а какой конец у него, тоже никому неизвестно. Вот, и Теплинского никто не знает, какой его конец будет. Но сколько, вот если уж мы заговорили там поговорками и пословицами, сколько веевочки не вейся, а конец будет. И это вот мудрость такая, потому что Путин создал ситуацию, в которой армия является конечной. И за все расплачиваются эти люди, которые на фронте. Но у этих людей есть оружие в руках. И очень опасно играть с людьми, унижать их, ставить плохие материальные условия, если у них в руках есть оружие. И вот это рано или поздно где-то громахнет. Да, ну, Суровикин вообще совсем про другое, потому что Суровикин – это вор, Суровикин – это такой был генерал Армагеддон, он совсем в другом роде войск, он, значит, ракетные войска стратегического назначения, ну, которые теперь называются военно-космическими войсками. То есть у него совсем другое видение. Вот он забросал бы Украину ядерными бомбами, вот если бы его послушать и Путина послушать. Но просто он слишком был близок к Пригожину, поэтому Путин его отодвинул. Вот генерал Попов – это более реальная вещь, потому что он тоже отказывался свою армию пускать на фарш мясной в угоду Путину, Шойгу, Герасимову. Мы понимаем, кстати, что Герасимов совершенно четко отдает себе отчет об этом деле, потому что Герасимов – это человек, самый первый военный человек в Российской Федерации, и он, кстати, был против этой армии, этой войны. Он был против в феврале 22-го года, потому что он настоящий военный. Там можно его критиковать, что он солдафон и так далее, но он настоящий военный. Он понимает, как ведется война. И он понимает, что если не выстроены фронты, не построен тыл, не построена логистика, то война проиграна будет. И она была действительно проиграна, потому что ею командовал Фентфебель. И дальше мы, я вам напоминаю, знаменитую речь из седьмой серии, по-моему, «17 мгновений весты», где Штирлиц разговаривает с генералом, с немецким генералом в вагоне поезда. И этот генерал говорит про Гитлера. Фентфебель, который выкрал генеральские сапоги. И он думает, что он всех умнее нас. Вот Путин – это абсолютно то же самое. Это война одного человека, причем этого человека – идиота, который ничего не понимает в войне, и который готов положить миллион людей просто вот так вот ради своей прихоти. Военные это принимают. Это у них зреет где-то. И когда это взорвется, никто не знает. Где это взорвется, никто не знает. Но это не может не взорваться, потому что Путин продолжает тупо долбиться в стену головой. И самое главное, что он не своей головой долбится, а он долбится головой этих самых военных, которых он отдает на заклание. И среди военных уже начинают эти вещи прорываться. И вот когда они прорываются, то они пытаются их куда-то там убрать. Но заметьте, при Сталине, если там генерал что-то там сказал, его просто расстреляли бы. Путин никого расстрелять не может. Он даже не смог посадить Пригожина. Ему пришлось устраивать авиационную катастрофу, потому что посадить Пригожина он не может. Он не мог, потому что за Пригожином стояли вооруженная сплоченная группа людей, которая устроила бы вооруженный переворот, дошла бы до Кремля и снесла бы этого Путина с рожками и ножками. И это Путин прекрасно понимал. Он испугался, он убежал. И потом благодарил всех тех людей, которые не вышли его защищать. Потому что, чтобы они все-таки, и тоже они не взбунтовались бы и не разбежались. Но мы это смотрели в истории уже много раз. И в Российской империи мы это смотрели. Первая мировая война. В 1914 году сели в окопы, и все там говорили, вот давай, давай мы сейчас немцев всех раскурочим. К 16-му году уже были большие сомнения, а в 17-м году они все взяли винтовки, вернулись обратно в Питер и Москву и устроили революцию. Сначала февральскую, потом октябрьскую. Вот и все. И у Путина это закончится так или иначе тем же самым путем. Потому что, когда людям дают оружие и говорят, теперь вы можете убивать, то есть снимают с них запрет на убийство. Рано или поздно они говорят, а почему мы не должны убивать украинцев, которые нам ничего не сделали, вместо того, чтобы пойти убить Путина, который нас сюда всех послал на этот самый на фарш. И вот когда у них это срастется в голове, то тогда они все вернутся в Москву и устроят там революцию. Теплинские сейчас угроза Путину или нет? Угроза Путину сейчас кто угодно.